здравствуйте уважаемые любители ледных видов спорта сегодня ролик у нас почти не летучий кадры с неба я покажу уникальное но основная тема это как разобрать пепестрель таврус одному так получилось что макс школе жена на курсах я один а пепестрель нужно срочно вести на ремонт потому что у него отказал двигатель ненавижу двигатели внутреннего сгорания крокодил пой вот механики первого разряда и пригодились во франции ремонтом двигателя внутреннего сгорания друзья только что был отказ двигатель внутреннего сгорания и я вам сейчас покажу какой он был то есть это было страшно потому что в очередной раз гир волков было не приземлился как-нибудь не так но как это зигзаг махряк всегда как-нибудь приземляется и я тоже посмотрите в принципе все предельно понятно то есть любой человек как как говорил юрковский у стругацких ясно даже езжу вот посмотрите мы сделали сегодня три вылета первый был утром на пик-де-бюр набрали 4200 потом сделали еще один вылет набрали 4200 я скоро сброшу и проверну планер вот так вот носом вниз так раз и мне интересно как получится если я бабочка так называемая рамка тебя ручку и начинаю проворачивать планер лет больше 90 крен почти перевернулись потом делали третий вылет полетели к вот этим облакам к линии и вот примерно на этой линии кстати видите идет ливневый снег поймали обледенение вот этого замечательного воздушного фильтра на карбюраторе и получили отказ двигателя с посадкой так сказать ну могли летать конечно могли там взять могли здесь полную взять движок сбросил обороты мы не нервничали капайло сейчас скажет нервничал он или нет абсолютно мы начали молиться помиляет памперсы и сели через две минуты ладно пропагандусы кто скажет летали нормально и хорошо успел полетать а мне повезло мы прекрасном месте атмосферной волне как обычно на таврус пепестрели и хочу вам показать очень красивый вид облачный водопад я буду лететь волне и снимать вам этот водопад я надеюсь что получится так что потом можно будет ускорить и посмотреть это таком уже виде когда прям вода вот облака вот эти бегут а сейчас коротенькая панорама альп посмотрите как бесконечно красиво у нас высота 4200 метров была максимальная сейчас поменьше осталось три с половиной километра и конечно самый кайф этого немножечко пошалить и мы обязательно чуть-чуть немножечко пошалим сейчас но сначала слетаем попробуем заснять вам водопад и так я достаточно далеко от водопада буду брать курс против ветра стабилизировать планер и стараться лететь ровно вот таким курсом меня через некоторое время должно поднимать а я увеличением притяну вот эту вот вот этот водопаде к и будем надеяться что стабилизация айфона позволит мне кадр этот вытянет по крайней мере держит неплохо друзья но вы потом напишите в комментариях я очень стараюсь я держу телефон ровно и ребят который у вас кадр и ближняя к нам часть там есть такая стекловина там есть избушка наполеона а я вам потом его покажу еще одна из легенд этого места по какой-то тропе от ли ослики тащили золото один ослик поскользнулся с бочкой золото куда-то ушуршал естественно бочку не нашли после к дошли а почки нет физика процесса которого наблюдаете впереди ветер мистраль дует вот этот ветер переваливает через хребет и вы видите как облако падает вниз и тает 61 километр в час дует а облако как бы стоит на месте облако тает опускает вниз долину при всем при этом мы набираем высоту возвращаю за широкую камеру ну что теперь немножечко пошалил самую малость я скоро сброшу и проверну планер вот так вот носом вниз так раз и мне интересно как получится если я нас поднимаю готова как увидели что наши морды находятся ниже горизонта так 180 посмотрите бабочка так называемая раз на себя ручку и теперь начинаю проворачивать планер лет больше 90 крен почти перевернулись надо еще понимать что вы должны сейчас такое гиги будет невесомость у нас баллон вот у нас перевал наполеона и вот у нас там избушка сейчас я попробую вам избушка показать она сейчас не работает там холодно жутко но по крайней мере вы увидели где-то избушка находится так она между тем нужно пробираться сквозь сейчас дайте волну и набрать попробуем сейчас волну зайти все мы восходящем потоки можно за нас не переживать и не бояться а планер наш посмотрите сам летает то есть мы как бы особо не управляем к чем летите спокойно скороподъемность там в один полтора метра в секунду все красота что каких впечатлениях сам больше больше впечатлений вот покажи что умеешь пилотировать планер то да давай делай полный разворот влево 360 вполне себе нормально пилотирует сейчас кислородиком дышит веселая счастливая парадливая ученица никто не верил что она летать имеет вот смотрите вот видите и я пилотирую это все она пилот должен быть готов к посадке носусь катка двигателя всегда я счастлив что летаю на плане и отказ двигателя могу поймать буквально пять-десять минут пока я на нем взлетаю ненавижу двигатели внутреннего сгорания ротекс 503 ставится на все снегоходы то есть для него вот вот это вот зима это то и время работы но факт ассо фактом движок работает 4000 держит на полный оборот и не выходит компрессия есть на свечах искра есть с карбюраторов топлива и льется но один цилиндр не работает в том плоде того что вот рукой его держишь то есть мотор поработал пять минут держишь холодный вот вот с этой напастью мы будем разбираться на соседнем аэродроме на аспермонт есть механик который сказал все посмотрите будем чинить ну и в конце концов у нас есть а им сейчас покажу что у нас есть а есть у нас запасной двигатель совершенно новый ну капитально демонтированный ротекс котором все новенькое поршни и так далее и тому подобное соответственно останется только этот мотор если вдруг что с тем не так воткнуть и все двухтактный двигатель устроен до безобразия просто по сути не чему отказывать если идет топливо значит должен работать из приключений которые я сразу отгреб как вы понимаете приехал я рано утром прицеп был покрыт снегом и крышка пыталась упасть вниз поэтому посмотрите какое изобретение я придумал две швабры решили вопрос упадания вниз книжки крышки я подготовил планер к демонтажу поставил его на стойке под домкратил немножечко в общем все готово сейчас нам нужно убрать двигатель что для этого я делаю включая зажигание об и сейчас увидите как это происходит знаете я довожу пропеллер до вертикального состояния дальше автоматика сама убирает мотор и пистели конечно это все сделано великолепно об очень удачная автоматика а сейчас мне нужно снять два полукрыла ой это будет непросто у меня с одной стороны видите специальная тележка она вообще под двухместный большой планер как раз под будущий аркус но я сегодня попробую испытать с легкими крыльями от пипестреля был бы еще один помощник было полиментарно крыло весит 50 килограмм все очень легко делается но в одиночку зато будет интересно поставлю вам таймлапс проверяю чека парашюта стоит баллистического если не стоит может нечаянно дернуть бах 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 б так и вниз мало того смогу двигать как влево ой вот влево это вправо смотреть путаем право слива это вообще классика так это на самом деле тележка не для этого крыла как вы видите он какой зазор это для аркуса сделано но мне не терпится ее попробовать именно поэтому я этот ролик решит снять а 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 отважные пилоты готовы к пути на 7 километров фух не скажу что было просто некоторых местах было второй раз я сделаю это в два раза быстрее закис механизм на фаркопе на прицепе тоже сейчас там в дэшка брызгал и так далее и тому подобное как вы видите планерный спорт состоит из технических трудностей почему так часто отказывают двигатель чет ломается и так это не часто ребят просто летает я летаю 1000 часов в год обычный пилот летает 50 100 ну 200 и мы их вот этих вот приключений встречают они в пять шесть семь раз в реже это те кто летает с мотором а те кто летает без моторов нет мотора нет проблем то зато мотор позволяет вот в такую замечательную погоду взлететь забраться в атмосферную волну летать долго и красиво а как я вам обязательно покажу до новых встреч губок уважаемый любитель ледных видов спорта до новых позитивных роликов гэгэгэй я знаю вы не нужны бадлый я могу работать с этим просто Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok